Всем привет! Меня зовут Вера и вы находитесь на канале, посвященном кето-питанию. Сегодня я расскажу вам о том, какие ошибки я сама совершала в начале своего кето-питания. Ошибка номер один – это бесконечные перекусы. То есть, когда мы перешли всей семьёй на низкоуглеводное высокожировое питание, наши привычки оставались прежними. А прежние привычки были такие, что сначала позавтракал, потом попил чайку с чем-нибудь, потом пообедал, потом ещё чаёк. Эта привычка осталась и продолжалась уже в практике низкоуглеводного питания. Как это выглядело? Ну, естественно, завтрак сытный, жирный. И вот ты сидишь, ничего не делаешь и просто по привычке берёшь и делаешь себе перекус. Перекус мог выглядеть как горсть орехов, причём орехи мы ели тоже, как я считаю, сейчас неправильные. То есть, допустим, это были кешью. В орехах кешью 22 грамма углеводов на 100 грамм продукта. То есть, для кето-диеты они вообще не подходят. Для низкоуглеводного, высоко жирового питания, либерального, ещё, ну так, средненько. Но опять же, если стоит задача худеть, то лучше от орехов отказаться. Ещё мог быть перекус в виде сыра с маслом и с колбасой. Это мог быть шоколад 85%, 99%, неважно. Важно было то, что всё это съедалось не в приём пищи или там непосредственно после него, как дополнение, а именно как перекус. Кето-питание не подразумевает перекусов, как таковых. То есть, если вы хотите получать результат от низкоуглеводного, высоко жирового питания в виде снижения веса и улучшения самочувствия, то нужно стремиться именно к двух-трёхразовому питанию без перекусов. Вот, это я уже поняла в процессе. Ошибка номер два. Это горький шоколад. Сейчас, по прошествии пяти с лишним лет, я уже прекрасно понимаю, что ни 62-процентный, ни 75-процентный, ни 85-процентный шоколад не подходит для кето-питания. Но в начале своего пути я, естественно, об этом не знала или, может быть, не хотела знать. И пыталась информацию на этикетках использовать в свою пользу. Вот. Каким образом? Смотришь на состав шоколада. Вот, допустим, 80-процентный шоколад. В 100 граммах 85-процентного шоколада содержится 11 граммов сахара. Соответственно, если съесть 10 граммов такого шоколада, то получится, что вместе с этим шоколадом вы съели 1 грамм сахара. Основной принцип кето – полное исключение сахара из рациона. Вот. То есть, 1 грамм сахара нам тоже не подходит. Но это я понимаю сейчас, а тогда я еще не понимала. Поэтому, даже если в шоколаде находилось 20 грамм сахара на 100 грамм продукта, 30 грамм сахара на 100 грамм продукта, казалось, что 10, 20, 30 граммов такого шоколада можно вписать в свою дневную норму углеводов. Но по факту это не так. Почему я озвучила выше? Это была моя вторая ошибка. Третья ошибка, с которой я столкнулась, это попытка вписать в свою дневную норму углеводов все, что угодно. Например, одно время я увлекалась разной выпечкой. Ну, то есть, я пыталась адаптировать выпечку из пшеничной муки для низкоуглеводного питания. То есть, вместо пшеничной муки в ход шла всякая другая. Например, амарантовая мука, ледяная мука, конопляная, кунжутная, тыквенных семечек. Ну, то есть, вот что-то такое. Но по факту в такой муке тоже содержится много углеводов. И когда делаешь такую выпечку, но при этом стоит задача снизить вес, одно другому противоречит. В период, когда я увлекалась вот этими экспериментами с выпечкой, ни я, ни мой супруг не худели. То есть, ну, хорошо, что и не толстели, но результатов не было. То есть, мы стояли, топтались на одном месте. Как эту ошибку исправлять? Не делайте выпечку. Не пытайтесь адаптировать традиционные рецепты под низкоуглеводные. Даже если вы будете использовать для выпечки кокосовую муку или миндальную муку, в них также достаточно много углеводов. Например, в кокосовой муке 20 граммов сахара на 100 грамм муки. Это, конечно, лучше в 3 раза, чем если мы будем брать пшеничную муку. Но, тем не менее. То есть, имейте в виду, что если вы вроде как пытаетесь худеть, но при этом постоянно делаете выпечку с кокосовой и миндальной мукой или с любой другой мукой, то в этот период худеться не будет. Именно по причине того, что там очень много углеводов. Вот. Такая вот моя третья ошибка. Ошибка номер 4. Это игнорирование состава продуктов. При том, что я прочитала достаточно много информации перед тем, как начать низкоуглеводное и высокожировое питание. И одним из главных пунктов такого питания является использование натуральных продуктов. Но поскольку привычка есть всякая, она все еще была, и избавляемся мы от нее, как правило, постепенно, на нашем столе водились сосиски, колбасы и разные другие полуфабрикаты. В чем здесь подвох? Какую бы колбасу вы не взяли, даже сырокопченую, то с вероятностью практически в 100% в ней будет сахар. Если сахара не будет на упаковке написано, то будет написано декстроза, мальтодекстрин, патока, нитритно-посолочная смесь, дрожжевой экстракт. Это все замаскированные названия сахара. А, как я уже сказала, сахара на кето-диете должно быть нисколько. То есть, когда вы едите колбасу, сосиски, мясные полуфабрикаты, процессы похудения не происходят. Именно по причине того, что в этих продуктах содержится сахар. Что еще? Мы очень любили есть майонез. Я думаю, что многие любят есть майонез. Я имею в виду магазинный, произведенный промышленным способом. И при переходе на низкоуглеводное высокожировое питание мы некоторое время все еще его ели. При этом, если мы посмотрим на состав майонеза, то мы увидим, что он состоит из подсолнечного масла, модифицированного крахмала, сахара. Вот ни один из этих продуктов не способствует ни похудению, ни здоровью. Подсолнечное масло в майонезе – это в основном полиненасыщенные жирные кислоты. Полиненасыщенные жирные кислоты в организме вызывают воспаление. Причем никогда не угадаешь, где конкретно это воспаление возникнет. То есть в любом месте человеческого организма эти полиненасыщенные жирные кислоты могут послужить причиной воспаления. Поэтому по возможности я лично избегаю подсолнечного масла и других растительных масел, которые выдавлены из семян растений, и не употребляю их в пищу. Ну, с сахаром в майонезе все понятно, да? Опять же, если мы вернемся к основному постулату кета – это полное отсутствие сахара. Соответственно, майонез под этот пункт тоже не подпадает. Модифицированный крахмал – это тот же сахар, который разлагается на глюкозу, также поднимает уровень сахара, вызывает подъем инсулина, ну и, соответственно, мы не худеем. Как я избавилась от майонеза? Просто естественным образом, так скажем. Неделю или две примерно как-то у нас случился перерыв в поедании майонеза. Потом я решила по старой привычке снова майонез купить. Хорошо, что маленькую пачечку. Что-то там я куда-то его намазала и поняла, что он отвратительный на вкус. То есть какой-то вот этот вот противный сладкий привкус. То есть сахар очень чувствуется в майонезе. Когда вот только переходишь на низкоуглеводное высоко жировое питание, рецепторы языка, они так еще, скажем, забиты сладким вкусом и вот не чувствуют сладости в продуктах. Когда же рецепторы языка очищаются от сахара, то есть отвыкают от вкуса сахара, потом вкус сахара даже в минимальных количествах вы можете почувствовать везде. В майонезе, в колбасе, в консервированной рыбе, в консервированных овощах. То есть сахар очень хорошо чувствуется на вкус. Ну и решение этой ошибки, соответственно, не есть переработанные продукты. То есть то, что произведено промышленным способом, есть не нужно. То есть переходим на натуральную еду, мясо, рыба, яйца, свежие овощи, там свежая зелень. То есть в натуральных продуктах нет добавленного сахара. То есть есть сахар природный, но он связан с клетчаткой. Когда сахар связан с клетчаткой, это совершенно не то же самое, что и сахар, добавленный в какое-либо блюдо. То есть сахар, связанный с клетчаткой, высвобождается постепенно и не вызывает резкого подъема уровня инсулина. Сахар, который не связан с клетчаткой, вызывает резкий подъем уровня глюкозы и, соответственно, после этого резкий же подъем уровня инсулина. Когда инсулин поднимается, жирозапасание останавливается. Мое резюме по этим четырем ошибкам. Первое. Я ем один-два раза в день строго, без всяких перекусов. То есть раньше была привычка перекусывать, я от нее избавилась, теперь у меня такой привычки нет и вам я тоже рекомендую. Второе. Я не ем никакого магазинного шоколада, будь даже он 85%, там 72% и прочее. Потому что в таком шоколаде сахар. Сахар в любом количестве – это уже не кет. Если на шоколаде написано, что он без сахара со стевией, то это всего лишь маркетинговый ход. Потому что основной подсластитель в таком шоколаде – это, скорее всего, будет сукралоза. Еще как вариант, это может быть мальтитол. Мальтитол – это искусственный сахароспирт, который тоже вызывает подъем уровня глюкозы. И плюс к подъему уровня глюкозы и, соответственно, инсулина, мальтитол вызывает разные неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте. Если мне хочется шоколада, то я беру тертое какао. Тертое какао – это стопроцентный шоколад. То есть он не состоит. Он состоит из самого себя. Это вот лучший вариант. Во-первых, такой шоколад очень ароматный. Он очень вкусный сам по себе. Он не требует подсластителя. И при этом его нужно всего 5 граммов, чтобы насладиться его вкусом и на этом закончить. Третье – по поводу углеводов в муке. На данный момент самая высокоуглеводная мука на моей кухне – это кокосовая и миндальная. Со всеми остальными я уже закончила эксперименты. И опять же, когда я готовлю низкоуглеводную выпечку, я отдаю себе отчет, что в данные, там, в следующие 2-3 дня я не худею. Вот. Ну, то есть вроде как бы я уже и не стремлюсь к похудению. То есть я достигла своего нормального веса. И поэтому изредка я эту выпечку делаю. Вот. Если мне нужно чуть уменьшить свой вес, допустим, там, на 2-3 килограмма похудеть, то я выпечку убираю совсем из рациона. Четвертое. Я не ем никакие магазинные соусы, будь то майонез, кетчуп, бальзамический уксус или любой другой. Потому что в них всех содержится сахар. Сахар не делает вас ни стройными, ни здоровыми. Мясные полуфабрикаты и колбасные изделия также ушли в прошлое. Не скажу, что мы вообще не едим колбас. Иногда это случается. Там, возможно, в гостях у родственников где-то съешь, там, парочку. Но так, чтобы мы специально каждый день покупали, там, колбасу или сосиски или что-то такое. Нет. Хотите, чтобы жир с боков уходил? Тогда учитесь на чужих ошибках. Например, на моих. Или еще на чьих-либо. Эти исправления, этих ошибок позволят вам достичь стройности, здоровья и отличного самочувствия. На этом все. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok